В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! И сегодня мы поговорим о нашем городе, о новых территориях и новых местах, где скоро можно будет прогуляться, подышать и приятно провести время. И в гостях у нас Салават Галеев, руководитель муниципального автономного учреждения Дирекции общественных пространств города Владивостока. Салават, добрый день! Здравствуйте! Рада видеть вас в нашей студии. Знаете, с чего хочется начать? Весна – это всегда период обновления. Мы сами хотим как-то меняться весной, хочется выходить, дышать, гулять, я не знаю, влюбляться, наверное, как-то. И город тоже всегда весной начинает как-то преображаться. Начинаются субботники, начинаются какие-то стройки, асфальтовые заводы запускаются и так далее. Вот об этом-то и хочется поговорить, о благоустройстве нашего города, о его каких-то изменениях, потому что за последнее время то количество строек, которое происходит именно таких, знаете, которые связаны с внешним обликом, их большое количество. Я, поскольку читаю новости, каждую неделю я вижу новую новость, новое сообщение о том, что планируется благоустроить сквер, планируется благоустроить там какое-то пространство, создается какой-то арт-объект. И так или иначе с этим связана дирекция общественных пространств. Вы у нас и дирекция откуда взялись, как появились? Это ведь не так давно произошло. Это не так давно. Ну, по новостям, наверное, это заслуга нашего пиар-директора, что мы постоянно в повестке. По самой дирекции мы создались в том году, буквально год назад. Год назад. Да, буквально год назад. И мы недавно отметили это событие. И вот в течение года идут такие процессы. Хорошая история про весну. И да, все горожане, мы требуем каких-то обновлений, каких-то новых ощущений. В этом году также будет пул объектов, пул территорий, которые будут прорабатываться нашей командой. Создались мы в том году по поручению губернатора Приморского края и главы города. И я думаю, это было хорошее решение, правильное, собрать именно команду, которая чисто профилируется на общественных пространствах по событий на выполнение. Ну, посмотрим, что в итоге выйдет. Пока все идет хорошо, исходя из того, что с каждым годом, уже в этом году задачи намного больше. Но, насколько мне известно, вы ведь приезжий специалист. Да, я приехал по приглашению заместителя главы администрации Азатов-Изухапыча Слаева. В том году я приехал в город Владивосток. Перевез сюда всю семью и считаю себя. Я себя считаю уже горожанином. Я не знаю, как жители, но мы уже общий язык находим. Мне кажется, вы уже успели подружиться и с городом, и с его жителями. У вас есть своя такая философия, я бы сказала, на том, что общественные пространства нужно менять, преобразовывать, улучшать. Что пространство и человек, они между собой связаны и так или иначе взаимодействуют. Расскажите об этом. Ну, у нас вообще в названии учреждения, наверное, вот это общественное пространство. На самом деле, если рассматривать пространственное развитие вообще, как наука, вот тут всю историю, общественное пространство — это третье место. То есть у любого жителя, у любого горожанина, у любого человека есть там два места — это дом, работа, и есть вот третье место — общественное пространство. Я считаю, даже то, что вот эту терминологию включили в название, уже говорит о важности и значимости вот этого направления работы. Философия у нас одна. То есть, если брать в глобальном масштабе всю нашу Россию, матушку, те процессы, которые сейчас происходят, миграционные, говорят о том, что и миграционные, и экономические, и то, что мы из плановой экономики, когда у нас государство перешло в капиталистическую историю, меняемся. И сейчас основная функция, основная задача — это привлечение человеческого капитала. И очень важная составляющая — человек, куда может поехать, где именно есть нормальная среда, есть социокультурное какое-то событие, наполнение. И философия такова, что мы сейчас боремся, у нас очень высокая конкурентность в стране по человеческому капиталу, и наша задача — максимально привлечь сюда людей. И все, что делается сейчас в городе, все пространства, которые строятся, понятно, что это делается для горожан, для наших жителей, по их пожеланию, но при этом мы должны понимать, что мы конкурируем с другими городами Российской Федерации, особенно с Западом, которые в процессе 10 лет были сотни миллиардов вкладывались в благоустройство, сотни миллиардов вкладывались в инфраструктуру и общественное пространство, и у нас очень мало времени их догонять. Идет отток, и для нас важно возвращать сюда людей, привлекать новых людей, потому что экономика должна строиться здесь. Те ресурсы, которые находятся сейчас в городе, они сейчас испытывают максимальную нагрузку, потому что людей очень мало. И люди ощущают... То есть тут нет такой составляющей, что где-то какие-то средства не доводятся до дорог, допустим, до сетей, до каких-то элементарных вещей. Это просто все зависит от людей. Людей надо сюда привлекать, чтобы люди здесь больше находились, больше жили, и будет и нормальные дороги, и нормальные сети, и нормальный город развиваться. Вот в макромасштабе такая философия у нас. Я понимаю, о чем вы говорите. Такая больше мы считаем себя армией, которая борется с другими городами. Так бы это банально не звучало, да. Мы такая привлеченная группа быстрого реагирования, возможно. Это здорово, потому что, да, я понимаю, о чем вы говорите. Это мои друзья мои, одноклассники, однокурсники, люди моего возраста, да, то есть активного, которое как раз-таки зарабатывает. Они многие уехали, и у многих вот эта прослеживалась фраза, а что здесь делать? Мне негде погулять с ребенком, мне там негде сделать то-то. И к подружке я ездила полтора, чуть больше года назад в Москву. Я выходила, поскольку она работала, я к ней в свой отпуск прилетала. Я выходила, шла гулять совершенно спокойно туда, куда хотела. Я помню, прошлась по Зарядью, мне так понравилось. До этого я была в Москве, Зарядью еще не было. Сюда вернулась и узнаю, что у нас делаются некоторые проекты. Я смотрю на визуализацию этих проектов, и я понимаю, что, а ведь похоже, а классно, да. И мне это так понравилось. Но когда мы говорим изначально про благоустройство, все как-то привыкли, что это парки и скверы, да. Есть какая-то, есть какие-то планы? Да, есть планы, как минимум, сделать 9 территорий, как минимум 9 новых будет парков и скверов в городе Владивостоке. Есть также проекты, это по набережным, это по спортивной набережной. Мы очень надеемся, что мы делаем в этом году пляж охлёстышо, то есть ждем сейчас финансирования. Ну и ключевые истории, якорные истории для нас. Мы ждем подтверждения и продолжения проекта Минного городка, концепция уже готова, и велодорожки на острове Русский. То есть работы очень много, работа довольно интересная. Я думаю, горожане осенью уже ощутят уже качественные, уже иные изменения в городе. То есть золотой сезон мы уже проведем так вот. Ну золотой сезон, скорее всего, придется провести чуть-чуть на стройке, да, но уже с неким ощущением, что это наше, наше родное, и это у нас. А что есть из реализованных проектов уже? Из реализованных вы можете посмотреть. В том году мы построили 11 пространств. Это у нас скверы Авангард, сквер Дружбы на Дальзаводе, сквер Жариковский, в Чуркино, сквер на Дебаидзе, поселки Лермонтово есть у нас сквер. Поселки Трудовом, на улице Лермонтово, извините. На острове Русском даже мы построили сквер, где есть Wi-Fi и даже играет музыка и видеонаблюдение. То есть это такой некий оазис в центре острова, где еще Игнатьевский на Первой речке, Игнатьевский на Первой речке, Охлестыш, ну мы начали в этом году благоустраивать пляж, я думаю, горожане в этом году, да, 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 горожане оценят эту всю историю. Ну, по-моему, все причислили. Да. А, и Матрусский сквер мы тоже начали делать, Матрусский сквер, и в этом году, дай бог, мы его закончим тоже. Тоже такое историческое место для Владивостока. Историческое, в центре, довольно сложное, Матрусский клуб, военные, музей справа, надо делать прокол до набережной Царевичи. Такая сложная локация, но как только она откроется, причем там вот эти здания, помните, там бывшее казино деревянное, ну место заживет прям, заживет, да. Меня интересует вопрос денег. Меня всегда в этой истории интересует вопрос денег, потому что, ну, нашему городу выделяются не те средства, как там каким-то федеральным центром. Есть, опять же, там у нас образование. Ну, грубо говоря, у нас есть проблемы посерьезнее, чем, как мы привыкли думать, благоустройство. Да. Откуда берутся деньги вот на все эти проекты? Может быть, это участие в программах? Ну, город и край участвуют в федеральных программах и программах комфортной городской среды. Я знаю, что они в рамках федеральных проектов участвуют в программах культуры и здравоохранения. То есть, как бы, федеральный центр, понимая, что у субъектов, тем более дотационных, есть проблема в инфраструктуре, они все эти программы и заводят. И тут основная история, как эти все программы, чтобы они работали на местах. По мне, надо развивать Владивосток, это дальневосточная столица. Недаром все-таки, как бы некоторые там губернаторы не рассуждали, что это там тупиковая зона с переносом столицы сюда. Не будем тыкать пальцем. Да, не будем тыкать пальцем, но это правильно абсолютно решение. Для понимания, в будущем, сейчас мы чуть-чуть как футурологами побудем, в стране, наверное, будет там 6-7 крупных макроагломераций, вокруг которых будут строиться все экономические и социальные процессы. И одна из них дальневосточная? Одна из них будет Владивосток, поэтому к этому надо стремиться. И понятно, что в рамках там социальных обязательств перед гражданами нужно, конечно, благоустраивать все территории, и чтобы качество среды было у всех городов, малых и сел одинаково, как и в центральном городе. Но мне кажется, что по максимуму надо сейчас развивать Владивосток. Как только мы очень много времени, не то что потеряли, у нас очень мало времени догонять других, и чтобы ускориться, надо максимальное количество средств сейчас вкладывать в Владивосток. Как только Владивосток встанет на ноги, будет развиваться уже агломерация, то есть ближайшие малые города, ближайшие поселки, потому что как только будет финансовый центр один, все остальные у нас потоки потянутся. Касаемо денег, да, есть краевое финансовое средство, краевой бюджет, который помогает выделять средства Владивостока, есть федеральный. Иных источников пока в структуре бюджета нет. Есть, конечно, и свои источники у Владивостока, но у нас есть убыль, у нас есть небольшое количество горожан, поэтому мы больше ждем денег. Ну это вот как раз, наверное, та история, когда мы говорим про пространство, когда бытие определяет сознание. Все верно, все верно. Ну и, конечно, вы правильно заметили, что город — это не только парки и скверы, город — это большой-большой организм, это и социальные институции, то есть должно быть хорошее качество и здравоохранения, хорошее качество и образования. И сейчас аналитику проводят для молодых людей нашего с вами возраста, которые принимают решение, где жить сначала, а потом только где работать. То есть сначала он принимает решение, где жить, а потом уже ищет там работу. Очень важный компонент — это социокультурный. То есть какие культурно-массовые мероприятия проводятся, шаблонные, не шаблонные, Советский Союз, не Советский Союз. То есть вот эти все моменты требуют комплексного подхода всех участников этого процесса, всех, кто за это отвечает. Это не только дирекции. Тут множество людей, которые избираются даже, те же самые депутаты, законодательство собрания, это не только функция ходить там по дворам, открывать там люки и говорить, что здесь что-то закрыто. Абсолютно нет. У всех должна быть одна задача. Мы должны сейчас выводить Владивосток на как минимум всероссийскую арену, но постараться еще на мировую. Это вот такое вот мечты. И мы будем стараться доводить наши мечты до всех. Да будет так. Да-да-да. Вы ведь всегда советуетесь с жителями. Мы всегда советуемся с жителями. Это как? Спрашиваете, я не знаю, голосование проводите, если... Даже вот я бы как хотел перефразировать. Не то, что советуемся. Мы всегда, когда что-то делаем, мы идем к жителям. И там не всегда советы. Там бывает критика. Требования. Требования. Там бывает протест. Там жители удивлены вообще, что у них что-то спрашивают. Да, и у них там за эти годы, видимо, накопилась некая то ли досада, то ли что. То ли от неуслышанности, то ли от того, что вот есть некие процессы стагнации или деградирования. Они пытаются найти ответственное лицо, единичное, кто может быть за это ответственно виноват. И тут мы к ним приходим. Сначала вот мы минут 15-20 мы всегда готовы, что все вся боль или все переживания, или все проблемы, которые скопились, они видят лица нашим там ответственные за все. Они все это нам говорят. Встреча с жителями — это важная история, потому что для нас самое важное при благоустройстве, при строительстве, чтобы жители понимали, что это не просто инициатива сверху пришла. Наш президент определил программу, он же парки, то есть проект ее утвердил, вот спускается, и они потом что-то строятся, и они как конечные пользователи не понимают, что это, для кого это. Зачем это? И обычно такое вот отторжение получается у них. А когда мы их вовлекаем в процесс, получается максимальная история, что они участники этого процесса, они пространство считают уже своим максимально. Даже вот как там вандализмы, как территория должна быть, они совсем по-иному начинают относиться. При этом важную составляющую мы еще прорабатываем. Мы столкнулись, я лично, давайте будем так, чтобы от имени очередей не говорить, столкнулся с тем, что есть некая разрозненность между горожан, есть некое понимание у них, что вот есть там круг близь меня, все, что там справа-слева меня не касается. Я могу ошибаться. И очень сложно между собой они договариваться. Мы стараемся смодерировать ситуацию так, что даже между соседями создаются некие комьюнити, комьюнити, начинают там знакомиться. Они научатся договариваться между собой. Они учатся аргументированно, без эмоций и без применения различной формологии, лексики, изъясняться друг перед другом. Но это тоже важная составляющая. Мы на выходе, даже когда мы уходим, мы получаем сообщества, у которых есть одна ценность, есть территория, и они понимают себе, как она должна работать. Даже если будем это делать не мы. Самое главное, мы вокруг себя, не вокруг себя, а вот объединяем некие горожан между собой. И даем им ощущение, не то что ощущение, а раскрываем им суть нашей работы и вообще суть государственной машины, что принимают конечные решения они. И последние пользователи этой территории тоже они. И государственная машина будет отчитываться тоже перед ними. Он так же придет, он так же будет услушивать все нарекания и претензии. И я думаю, это хорошая история. Это хорошая история. Мне вообще нравится, как вы определяете ту аудиторию, которая должна быть на месте, ее потребности. В этом, кстати, техника различная помогает. И то, как люди меняются. Действительно, те же парки, скверы, мне кажется, меньше все-таки стало каких-то и актов вандализма, и еще чего-то. Человек все равно в сознании где-то он меняет. Потому что когда оно красивое, хорошее, испортить не хочется. Есть в городе случаи единичные, когда факты вандализма случаются. Но я думаю, по сравнению с предыдущими годами, я с коллегами общаюсь, территории, которые благоустраивались, как где-то в каком-то сквере, через три дня скамейки сожгли, где-то что-то. В этом году у нас вверх они все светлые, но мы верим в нашу, как вы говорите, философию, что среда все равно в любом случае меняет людей. В светлое место люди не пойдут что-то ломать, тем более, когда в видеонаблюдение. Но даже если сломать, то основная задача нам быстро отремонтировать. То есть если люди будут приходить и там разбитая скамейка будет больше двух недель лежать, то есть ничего сложного, там и вторую скамейку подбить. То есть вы все быстро исправляете? Да, мы стараемся все оперативно исправлять. И чтобы в этом году мы понимаем, что сломать там две уровни, на следующий год это будет одна, а через три года этого уже не будет происходить. Пугаете. Пугаете ребят. Пугаем это больше, больше это... Я не могу об этом не сказать, что это слышно. Это даже... Мы просто показываем возможности свои. Это больше не будет. Мы же не пугаем, это люди так реагируют. В принципе, там просто система оповещения в полтретьего ночи оповещает людей о том, что в общественной территории распитие спиртных напитков не разрешается. А как люди уже реагируют на эту историю? Кто-то бежит, кто-то говорит, что это говорящие камеры. Мы в полицию не заявляем. Мы просто оповещаем. Та система, которая реализовывается сейчас в Владивостоке с этим видом наблюдения, я могу сказать, что в парках Москвы такой истории нет. И мы гремим, как бы, в кавычках, среди профессиональной среды вот этими технологиями, которые применяются у нас. И всем довольно интересно. Но эти же камеры, они отслеживают, я так понимаю, кто заходит в парк, там возраст, пол, социальную принадлежность. Нет, социальную принадлежность не обозначает, не отслеживает. Но вот как бы гендерный состав, возрастной и эмоциональный, ну и количество людей, вошедших и вошедших, он это без привязки к личным персональным данным абсолютно, без привязки и нарушения федерального закона персонального данного, он эту аналитику дает. Но нам эта аналитика нужна в первую очередь для коммуникации с бизнесом. Мы себя воспринимаем, понятно, что мы муниципальные учреждения, но у нас, слава богу, в кавычках, в команде есть довольно интересные люди, и они, как бы, нашу организацию воспринимают таком а-ля бизнесовой истории, потому что мы хотим предоставлять бизнесу какие-то свои услуги, то есть B2B делать. И вот эти данные, я думаю, будут помогать в коммуникациях бизнеса в будущем, кто будет заходить на сервисы, на те же самые мороженое, на то же самое кофе, потому что просто говорить горожанам, которые занимаются бизнесом, заходите в парк, платите нам 20 тысяч рублей в месяц точки, у вас будет трафик, или вообще ничего не говорить, хотите, не хотите, мы так не хотим, это не профессионально, мы будем планировать коммуницировать с ними, что вот есть трафик, есть запрос, есть запрос, гендерный состав, примерно вы понимаете, какого будет у вас средний чек и выручка, вот есть трафик, в будние дни есть выходные, а вот есть трафик, когда мы правы мероприятия, насколько вам интересно? Я думаю, это по-партнерски, это будет, я думаю, по прям, это хорошая история. Скоро лето, скоро весна, весна уже пришла, скоро лето. Сейчас обедают, мошенники заходят. И мне, я люблю отдыхать в море, для меня это такой кайф, это мое место силы, но у нас в городе, ну вот в городской именно черте понятно, что у моря не отдохнешь. Сначала спрошу про прибрежные такие истории, да, что-то у нас меняется, мы уже проговорили о Хлёстышево, набережная Второй речки, по-моему, да? Ну это вот этот год, да, то есть в этом году, мы с вами обсудили, что делается в том году, сейчас я могу рассказать, что будет делаться в этом году. В этом году про прибрежные зоны, у нас будет набережная Татарка и набережная Второй речки, и мы надеемся, как я говорил, уже делать пляж Охлёстышево, то есть как минимум три локации, где горожане могут прийти уже как бы иметь прямой нормальный комфортный доступ к воде, это будет территория, где на пляже не будет стоять машина. А где она будет стоять? Где-то на парковке. Парковка тоже будет? Парковка тоже будет, это будет территория, где будут раздевалки, где будут душевые, санузлы, где будет комфортно находиться, потому что нам кажется, что жителей достойно большего, а не только там автомобили или веревки на пляже, где-то между автомобилей проходить, но мы будем стремиться к этому. Мы сейчас сталкиваемся с многими противоречиями, даже среди горожан, которые устраивают историю, что можно на машине доехать прямо до береговой линии, а мы сталкиваемся с противодействием со смежными территориями, которым не совсем хочется, чтобы мы там что-то благоустраивали. Мы сталкиваемся с некими противоречиями с рыбаками, которые говорят, что вы нам перекрываете доступ к пользе. Это охлёстышево. Это больше охлёстышево, да. Но хочется сказать, что на самом деле мы понимаем, что есть некая история, которая искусственно запускается в СМИ или в сообщество, дискредитирующее нас. По охлёстышево на самом деле есть проработанная история уже с этим самым настилом о том, что после купального сезона часть настила разбирается, и на самом деле подъездные пути для рыбаков были предусмотрены, а не предусмотрены. Ну и касаемо всех территорий так. То есть если брать татарку, там также мы предусматриваем спуск к воде. Просто надо понимать, что это будет вне купального сезона, потому что там вот дети и моторные плавные средства там недопустимо, чтобы они были находились вблизи массового отдыха горожан. И всё время есть такие споры, всё время есть такие конфликты, но мы надеемся, что вот к сентябрю как бы вот эти все территории будут у нас благоустроены. Сроки сжаты, денег как всегда не так много, но этапность у нас заложена, с этого начнём. Совсем ничего делать нельзя, но хоть с этого начнём. Да, ну это классно. Это классно, потому что я послушала про вторую речку, про купальни, про набережную, про что-то. Да, про те же парковки. Я вот, допустим, за то, чтобы я оставила спокойно свою машину на парковке, прошла к месту, куда мне несложно пройти ногами два метра. Это наше, мне кажется, какое-то Владивостокское восприятие, что я приеду, вот приткнусь к самому, вот к лежаку. Мне кажется, со временем это тоже должно как-то поменяться. Но это, видимо, ну и альтернатив уже не было. Да. То есть, по сути, нет и парковки. То есть, приезжаешь к месту, видимо, и удобнее доехать просто. Ну, привыкли к этому. То есть, будем пытаться вводить новую культуру, новые правила. Ну, не совсем сложно уж на самом деле дойти там 50 метров до береговой линии и ставить свой автомобиль на парковке. Ничего с ним не случится, можно стульчик взять, посидеть. Так, наоборот, безопасно. Ну, да. На стихийных уши снимают, как показывает практика. Еще же, кстати, планируется где-то в далеком будущем, наверное, а может и не в очень далеком, как-то эту историю со второй речки продлить до первой речки, до Кунгасного куда-то довезти, да? У нас, я когда прилетел сюда в декабре 2019 года, один из первых пеших прогулок у нас был именно от мыса Бурного, от Хаята недостроенного. И мы дошли пешком до Зари, вдоль всей береговой линии. Единственное, где возник вопрос, это на нефтебазе, как ее походить. Но в целом есть понимание, что вот это она и есть береговая линия, вот это она и есть общественный променад, по которому люди могут а гулять, б добираться до работы, он параллелен электричке, да? То есть есть мечта, есть концепция, что вот это все будет большая набережная наша. И вся береговая зона. Куча там мы столкнулись, сейчас уже видим, что есть собственники, есть несобственники, есть самозахват, это надо все в работе проводить. Но в этом году мы планируем вот спортивную набережную от Батарейной до Олимпийца. В следующем году сейчас прорабатываются вопросы именно Кунгасной. Кунгасный пляж будет благоустроиться. И дальше пошли у нас вторая речка, Моргородок. Моргородок тоже должен был в этом году благоустроиться, но мы там, есть суды, суды с землями. А пока территория не чиста, мы не можем на нее заходить уже с благоустройством. Поэтому будут включены и Моргородок, и Татарка, и все. Вот это будет единое пространство. Когда оно будет, я думаю, на нашем веку-то мы точно увидим. Салават, давайте кратко. Еще у меня интересный вопрос такой. Вот эти самые арендаторы, я их так называю, на тех же прибрежных территориях, еще где-то, наверняка это есть и на Второй речке, и на Моргородке, и на Охлесташе, чтобы это все было. Люди, которые занимают землю, которые там находятся, не знают, законно, незаконно они арендуют. Их ведь метлой оттуда какой-то гнать, наверное, надо или нет? Слушайте, но процессы идут, дела в судах, да, да, да. Это все не быстро. Знаете, что проще всего поставить ларек или самозахватку сделать. А вот его снести, уже нужно решение суда, понимаете? Поэтому вот эти все процессы занимают время, и муниципальные службы, муниципальные работники и администрация занимаются этим процессом, и всем все известно, где какие участки незаконно заняты. Все эти процессы в судах. в коммуникациях, поэтому поэтапно работа ведется. Две последние новости. Набережная Поспелого. Там что-то, там собираются действительно благоустроить набережную? Ну, она тоже есть в проекте, да, сейчас готовится в проекте. Мы надеемся, что в рамках там средств, которые будут выделяться на велодорожку, а там также проходит часть велодорожки, то эта набережная тоже будет будет устраиваться. Причем это излюбленное место, как выходные. Я там смотрю, там все время довольно большое количество людей, и мы будем эту территорию рассматривать в коллаборации с музеем Арсеньева, потому что там есть сооружения их, и земли их. Я думаю, что должно получиться интересная история. Да, там хорошая прогулочная зона может появиться. Да, тем более, что объявили, что в этом году будет УВЭФ, то есть внимание к Владивостоку со стороны федерального центра и мировой сообщности будет только увеличиваться, и к острову Русский. Поэтому мы надеемся, скрестили пальцы, что деньги сейчас придут на велодорожку и туда. Дядечка под мостом больше не сможет кричать «Не ходить под мостом!» А, нет, он так и будет кричать, он может будет, но он в этот раз сам начнет кричать уже на трех языках, на корейском и на китайском, потому что количество туристов может увеличиться. Отлично. И последняя история на сегодня – это набережная Спортивной гавани. Я вчера буквально прочитала. Я, естественно, как любой человек, мой глаз зацепился за русалку, которую собираются поднять, и параллельно между строк я прочитала, что и набережную собираются в логустровить. Да, самое интересное в информационном поле в Владивостоке, что может выстрелить какая-то история, которая такая для нас малозначительная, допустим, финансово не сильно затратная, и может быть такая замыленная глазом, что это просто некий процесс, а для города это важно. То есть тема с русалкой, она просто выстрелила. Вчера смотрю, она даже в Яндекс.Стоп вышла, я там, господи. Да. Да. Какая история? В том году скульптор этой русалки обратился в мэрию с вопросом, что вот она была, она утонула, и что с ней делать? Было два предложения – или оставить ее там, или ее поднять. Мэрия решила выставить все это на голосование горожанам. Все горожане, практически все, сказали, надо поднимать. Раз горожане выбрали, что надо поднимать, а мы в этом году туда заходим с благоустройством, и кто-то вспомнил про русалку, и сказал, русалку в итоге будете поднимать? Я сказал, что да, мы будем поднимать, то есть мы как-то этот вопрос поработаем, причем мы ее поднимем, посмотрим. Кто-то говорит, что там головы нет. Повреждения, да, там какие-то серьезные. Кто-то говорит, что голова нет, кто-то говорит, что голова есть. Но не суть. Мы хотим, раз уж такое вовлечение ко всей этой русалке, если там все-таки нет головы или лица, мы, наверное, сделаем некий конкурс с девушкой города Владивостока, там недолгими, недели-две, чтобы сначала присылали фотографии, потом, чтобы горожане выберли мисс русалка 2021. Ну это вообще... Да, мы сделали скульптурным лицо, поставили бы голову на место русалки и установили русалку. Это вот наша фантазия. Надо такая реализуемая. Посмотрим, как зайдет. Вот, ну, переходя к русалке, да, мы в этом году планируем уже готовиться к рабочей документации, начать набережную от батарейной до конца Олимпийца. Вот этот участок, где у нас три кафе там деревянных стоят, спортивных сооружений, вот эту часть, мы бы начали на самом деле из фонтана. Просто у сетевиков, там, чтобы вы понимали, под набережной идут сети отопления, и у них инвест-программа должна была бы быть в этом году, когда они заменяли от этого отопления трубы, но она перенеслась на следующий год, поэтому мы бы и ту часть захватили, но это как у нас в России, мы бы сейчас постелили бы красивую площадку, а завтра там бы зашла грейдер, все вскрыл, сказал, тут у нас граждане, чтобы в тепле были трубы, виние, мы вот это, поэтому чуть-чуть перенесли на следующий год. Как у меня во дворе асфальт, но мы сделали, тут же люки поснимали. Да, да, да. Вот мы не хотим, как бы центральное место, во дворах это можно делать, тут уж решили не хулиганить, поэтому в этом году начнем, в этом году начнем. Начнем с русалки, наверное, это более топовые истории, более заходящие. Да, девушки Владивостока пускай готовят свои фото. А мне кажется, интересно, да, история мисс русалка 2000. А если мы сделаем еще историю с меняемости, то есть раз в год там меняется лицо, ну, с лицом, не знаю. Ну, далеко так заглядывать не будем. У меня на наше окончание разговора были заготовлены философские вопросы, но мы ответили на них по ходу уже эфира. Последний спрошу, удастся нам когда-нибудь во Владивостоке, жителям Владивостока отказаться вот от этих фраз, мне негде погулять, мне некуда сходить, да я лучше посижу дома или что-то вот такое. Вы знаете, вот Владивосток надо просто проверить, поверить в то, что он в любом случае выйдет в топ городов России. это 100%. Вопрос, кто дождется, и кто не дождется, у кого хватит терпения и здоровья, это второй момент. То, что он географически и стратегически для Российской Федерации находится в нужном месте и в нужное время, и он так и здесь и останется, это 100%. Это прям граница, это порт, это все транспортные истории заходят сюда. Поэтому для страны, для Федерации Владивосток в приоритете. Осталось момент, чтобы это стало в приоритете для нас самих. Мы сами должны понять, что мы находимся в правильном месте, в котором месте надо благоустраивать, относиться к этому нормально, что город меняется, какие-то процессы происходят. Вы знаете, то, что идет деградация, тоже нормальная история. Просто надо понимать, из-за чего эти процессы произошли. Это не из-за того, что там федеральный центр что-то не доделали, край или город. Это процессы, естественные для Северной Российской Федерации, которые там, мы переходим, как уже в начале беседы говорил, 20 лет в масштабах России это ни о чем. И бывают такие, некие провалы в кавычках, инфраструктурные, в рамках изменения общего вектора работы и бытия страны, это нормально. Поэтому с этим столкнулись все. Наша задача по максимуму считать, завлечь инвестиции, побыстрее все перестроиться. Если даже ничего не построить, в Севере, лет через 5-7 перемещение по городу будет настолько комфортное, дешевое, незатратное, что в автомобилях вообще не будет быть нужды. Ценность автомобиля уйдет в любом случае. это мое такое субьем, не только мое мнение. Поэтому, как минимум, можно будет гулять по дорогам, которых очень много, вот этих асфальтовых пятен, луж. Ну нет, конечно, будут парки скоро и все будет хорошо. Я думаю, ну 7 лет максимум, сколько, что у нас сегодня? 21 год, ну 28 год. Ну к 30-му точно все осилим. Технология очень быстро идет. Технология очень быстро идет. Мы в этом году с пандемией столкнулись с тем, что для работы креативного работника, высококвалифицированного работника не всегда нужно находиться где-то прямо сейчас и в это время. Сейчас некие технологии позволяют уже ему находиться в любой точке мира и при этом делать свою работу и доводить свою информацию и управлять некими процессами уже удаленно. Поэтому нам надо как бы прокачивать вот здесь столько кайфовое место, что можно жить здесь, работать по всему миру. И здесь и море, здесь и воздух, здесь и... Здесь есть все. Мы на самом деле в более шикарном положении, чем какая-то центральная часть России, которая не граничит ни с чем. Плюс, плюс, плюс. Тут только одни плюсы. Надо научиться самим просто, научиться верить. Это понятно, что это уже выжигается все, да, со временем. То, что... Я прекрасно понимаю апатию и все. Это тоже все бывает. Но вот минимум-то хотя бы 1% надежды надо ставить. Значит, надеемся, верим. И ждем. И ждем, да. И ждем. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». И сегодня мы говорили о благоустройстве Владивостока. В гостях у нас был Салават Галеев, руководитель дирекции общественных пространств Владивостока. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова